Восток 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 Всток Восток Восток Память Вадима Бурага Песня тяжело петь потому что я же говорю вот эти если имеется ввиду опять летим на задание то это вот я писал на боевых листах использованных новогоднюю ночь в эскадрилле где служил вадим погиб с этими с ним и виталька балабанов командир эскадрильи майор вот тогда еще никто не хотел умирать вот опять летим мы на задание режут небо кромки лопастей а внизу земля афганистания раздвиглась в квадратиках полей а внизу земля афганистания раздвиглась в квадратиках полей но не верь спокойствие ты вечное вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы дошека и к кому судьба какая в выпаде предсказать заранее не берись нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь и к чему гаданья и пророчества и о прошлом тоже не жалей не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей но опять летим мы на задание режет небо кромки лопастей и опять страна афганистанья разлеглась в квадратиках полей и опять страна афганистанья раздвиглась в квадратиках полей а 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 Ошалев от доски, если смерть, так уж лучше, с почетом. Только вдруг до ушей полетел от реки, Так знакомый напев вертолета. А мы не знали, вертушки на базу ушли За высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, Да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, сорвался эфир Паритоном охренших комбата. И взаменнулся разборотый нурсами мир, И в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, Все написано в справках и сводках. И старлей вертолетчик, что вытащил нас, Оказался моим отненогодком. Да еще мы скричу, вон, круглажа земля, Обратаемся, что ли, и к Богу. Два осколка засела в руке у меня, А его угораздило в ногу. Мы по капельке спирта, По капельке крови смешали в стакан И добавили спирта с водою. А начальник разведки, Седой капитан, Был при этом при всем комодою. Это диким покажется вам издали, Мол, с ума, что ли, там посходили. А мы традиции сами слагали свои, Жаль, что нынче о них позабыли. И мы потом не один еще прожили бой, Все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой, Он сгорел в сентябре под Ахшари. На гранитной пледе, Между цифр, тире и слова, Выполняя задания. Я сюда каждый год прихожу в сентябре, Обратимым моим на свидание. Вот так теперь и живу, Не боясь ничего. Может быть за себя, Может быть за него. Может быть за себя, Может быть за него. Я тоже Вадим Бураг. Ваши служил судьба у семьи Бурага, Хрань тяжелая. Вадим сразу сгорел. Камыска еще до 18-го. Камыска еще в Ташкенте умирал уже. На руках у жены обгоревшей. И вдвоем. Жена его приехала из Телави. Нина Дедомская, красивая, молодая. И маленький ребенок, Вадим Вадимович. Нина пошла работать в Домодельский аэропорт. Больше года, чуть больше года. Пожила, не могла. Она не хотела никакого другого. Он ее любил. И там онкология на почве вот этого вот недостаточно. И мужского внимания там вот. Она его не хотела. Это привела к тому, что она умерла. Онкология. И вот очередь. Вадима усыновили бабушка и деда, родители Вадима Бурага. Но дальше судьба. Вадим Вадимович, мы его строили в Суворовске, еще не закончили. В Клину закончил училище военное. Потом в это время умерли его дед с бабкой, приемные родители. Три года назад погиб вместе с беременной женой в автомобильной катастрофе капитан Вадима Бурага. Так что все, мужская линия прервалась. А умирал Камыска. Но я должен это сказать, потому что Вадим сгорел сразу. Когда вертолеты били, они упали на дно пересушивая, там какая-то речка текла. Вадим близкий откинул, побежал вниз по склону. В это время рванули. А Виталька Камыска прижала к окону вертолета. В это время рванули баки керосиновым. И он его оглушило. И то обломка он упала, его накрыла волной. В общем, три головешки в кундуз доставили. Вот такие вот у него на предъявительной чеке там вот эти все прошли, галили наши фотографии. На Новый год песню, которую я пил только что. Фотография, мы в троем стоим. Вот. А его Камыска Виталька Балабанов обгоревший был доставлен в Ташкент. Жене его позвонили, она приехала, потому что думал, что у него желтуха. А он весь... Они дружили вместе с семьей. Он Камыском был у Вадима. Вадим сам был бы Камыском, но он залетел в Иран, пока служил здесь в Союзе. Его разжал. Мне же раз Кадалова разжал в Сташке Фиманский капитал. На день рождения к Нине, к жене своей. И отправили в Афганистан особист. Хороший мужик тоже. Нормальный парень. Спас его от уголовного преследования. И вот, когда приехала Валентина, это жена Камыска, Виталька Балабанова. Она потом рассказывала, у меня здесь, в Москве, они приехали, люди рассказывают, плакали. Черный весь покрыт, только какой-то мазью, одни глаза. И плачет. А он говорит, что ты плачешь, ты живи, вот живи там. А он плачет, я Вадима не уберег. Они поклялись, когда улетали, Камыска, что вернет Вадима живого. Не друзья, были семьи и дружили. Живым Вадима. А вот она, дословно передаю, женская натура тут ни при чем. Это просто, я бы тоже не знаю, чего бы делал. Она говорит, да подожди ты, Виталий, да чего ты, живи, ну так случилось, живи там все. Что ты там, о себе надо думать. И последние слова, которые слышала ее любимая жена в жизни. Уйди, сука, я умирать буду. Она, ну понятно, вышел за дверь, минута прошла и запикала там все, и прибежали, он же мертвый. Но что она простить себя не может до сих пор. Понимаешь? Такие дела. Почему я эту песню спел? Мне тяжеловато их петь, потому что вспоминается все это. Ну ладно. Что там еще? Память о нем Бурак спел, даже две. Маллада по вратиме. Спел. Николаевич, а полночный тост сколько, пожалуйста? Полночный тост, да, вот есть там. Полночный тост. Ну грустные какие-то все песни, ну ладно. Полночный тост. Вот не хватает только у всех парюмки водки. Вот эта песня. Ладно, поехали. Павел, пей. Где та Витебская дивизия, с которой я выходил в 89-103-я, гвардейская. Первая шла, последняя шла. Все развалили, черная мать. А? Мы справляемся. Правильно, правильно. А, в этом смысле хорошая идея. Ладно, я спою ваше решение полночный тост, а потом выпьем третий. Действительно, потери страшенные. И тогда, и сейчас. И мы не набираем 100 миллионов человек. Еще середин прошлого века. Менделеев же говорил, о России прорастет 100 миллионами в середине 20-го века. А мы, черт возьми, то бензин в Японии сольем, она бедная и несчастная, помирает там без топлива. То арабы из шенгенской беды, того завтра, левицы прибегут сюда, там, с тазиком, которые уже здесь. В общем, то нефти нет, бензин подорожал, так что. Давай, Николай. То грозят концом света, то неделя назад, два дня, там, наконец, света не кончилось ничего. Нет, ну, закон суровый, народ не тер. Да. Все правда. Закон суровый? Она русский тер. Она русский тер, да. Нет, кто из великих сказал, что незнание российских законов компенсируется необязательным их исполнением. Суровый. Суровый здание. Нет, это не важно. Ладно, тогда там на войне проще. Там вот закон в джунглях существует. Ты убьешь, тебя убьют. Ты выполнишь. Если знаешь, за что ты воюешь, значит, ты прав. Если не знаешь, лучше сюда не ходи. Я поднимаю тост за друга старого, с которым вместе шут через войну. Война дымилась, плавилась пожаром, а мы мечтали слушать тишина. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны сигаретами мы поровну делили пополам. Одною плащ палаткой согретой мы спали, и Россия спилась нам. И сколько бы мне жизнь не отпущена, куда бы забросила судьба. Я помню, как однажды друга лучшего свела со мной авганская тропа. На старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, Стоим мы, два десантника из-за Витебской, устала, улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту пути, в прошлое, свеча горит и тает в стере. Мы в день последний верили с Алеши, что день пришел, и я праздную один. А за окном, начиная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю, И мне охрипший голос друга слышится, живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай без меня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай без меня. Я пью вино за старого товарища, был бы жив, он выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамвай без меня. Я не помню. Да. Знаете, не обязательно пить за алганство. Мы тут все люди, у которых за спиной кажешься своя история длинная. Я вижу по лицу. Половина жизни почти у всех уже прошла. Давайте вспомним тех, кого мы потеряли. Друзей, близких. Давайте вспомним тех, помянем молча, стоя, тех, кто стал частицей нашей судьбы и нашей души. И выпьем молча третий тост. За всех, кого мы потеряли. На войне и без войны. Все, брат, садимся. Все равно всех не вспомнить за минуту. Очень много. С вашей решением хотел перейти в более веселом, ну не веселом, а более там мажорным песнем. Давай, давай. Потому что это все очень грустно. И тяжело петь, потому что это все вспоминается. Я вот ни одной песни написал просто так. Под каждую есть история конкретная. Хочу сейчас петь песню, посвященную женщине. Мало кто писал песню. Я, по-моему, единственное, никогда не слышу ничего, что об афганской женщине написал тот песен. Натуральный афганцовый. Не медсестер, не медсестер. Наших непоминаний работников медслужбы, медсамбат, и складов, и прачечных, и библиотекарей. Много было женщин. Женщин было много в Афганистане. Много неотестованных. Очень много великому сожалению. У нас всегда. Мы гордимся тем, что у нас сейчас более 35 тысяч женщин служат в одном ВДВ, а в российской армии, я не знаю, что это за армия. Я только признаю вот этот один. Кстати, история этого батальона смерти, который зимние охраняли, они стали легко стрелять. Ну что себе от пьяных мужиков, мародеров. Они же женщины, они матери взяли да ушли. Но они все были герст-кавалеры. Они все были боевые офицеры, эти женщины. А сейчас зачем туда идут? В Афганистан понятно, зачем мы шли, зачем. За чеками. А кто-то за судьбой шел. И судьбу свою встречали. Много я знаю таких примеров. Ну вот, а это песня об амганской женщине. Она была без права, так и осталась. А ей дышалось, я приехал вот друг мой, коломенский, да, Федор. Женщины как ходили, прожают, так и ходят везде, кроме Кабула. И то талибы заставили ходить. Они еще не дошли до Кабулы, но уже все там прожили. У нас ходили нормально, открыто. Даже в Бадахшане. Кстати, побывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Вот спою о капитании, вы раз хочет туда. Как живет и как он тужит, как перловку ест с ножа. Как он на родине там служит, головой не дорожа. А еще добавить надо, как по взорванным мостам. Он дошел до Файзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули свищут только на плеча. Под комиссией в Кабуле объявляет строгачам. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Но ведь он же, слава Богу, наш советский капитан. Он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про божью маму говорит, как сатана. Он сунита и шиита от бревна не отличит. Ну хватил какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, чем бедновен капитан. То, что служит в Файзабаде, на Нагорье Бадахшан. То, что служит в Файзабаде, на Нагорье Бадахшан. Виктор Верстаков. Посвященный мне песню, как вам. Знаете, так что все почти правда. И не верят не песню? Да, конечно. Я не дрался, не кричал. А с кем? Зачем? Только война, а не как бы все честно. А женщине песню. Вот это сразу говорю, написал ее я. В 89-м позвонили из главпура, сказали, Игорь Николаевич, ну запишите песню. Хоть одну что-нибудь мы-то нам, они же нас верили. Да, нас верили, многие верили в Афганистане. Я думаю, их предали. Откровенно и тупо. Не мы, а правительство наше. Мы политическая ошибка, я предали всех. Я летел в самолете с афганцами на вывод войс. И когда мы выпили там подряд, это академия медицинская, Ленинградская. Я сказал, ну ребят, ну ладно, давайте, расскажите, скажите. Как, да? И много знал людей, которые считали, что мы их предали. Говорят, мы умрем, вы уйдете, нас убьют. А это песня о женщине. Я ее и написал. Ангина была, сейчас ангина нет. Нормально спою. И Московское радио ушло туда, в Афганистан. Не со мной история. Вот написал, но это рассказ другим человеком. Не знаю, выдумал он, не выдумал. Махтуба, это имя женское. С Ерстаковской поправкой. А, какая мне поправка? А, да, из хада, да. Ну тогда объяснять не надо? Не надо. Не надо. Ну надо. Кто знаешь, что хад? Вы знаете, что такое хад, девушка? В КГБ. Да, в КГБ, служба, СГИ, служба государственной информации. Хад, КГБ, по-другому русскому. Ну, это все профессионалы. Я думаю, все из одной конторы. Так вы понимаете? Только по-прежнему 21 век продолжаем прятаться. С этого контролирует. Звали дев, женщину тут, Махтуба. Да не женщина, просто девчонка. Как тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, А потом, разорвав паранжу, Пинтовала горячие радуи. В кишлаке под названием Анжу, На колонном пути под Ахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года взочет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется спя. Помню родичей стайку твоих, К небу тянущих тонкие руки. Ты шепнула одно, Шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат И врачей удомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат? А он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из хада Принесла поутру КПП, Пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года взочет. Я пошел в ту атаку опять, Только время не движется спя. Вот и все, я вернулся домой, Затянулись военные раны, Только как-то связалась с судьбой Та девчонка из Арганистана. Я не помню почти ее глаз, Что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, А может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет, Махтуба, и куда-то зовет. Махтуба, я б пошел в ту атаку опять, Только время не движется спя. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне три года взочет. Я б пошел в ту атаку опять, Только время не движется спя. Я б пошел в ту атаку опять, Вот только время не движется спя. Ладно, песня не относится, Она относится ко всем нам, Кто имел счастье, Эли, бог, иначего, повоевать. Вот песня такое пожелаемое. Нет там ни Афганистана, Нет Чечни, нет Ангушетии, Дагестана, Чего там нет. Там просто суровый мужской путь. Человек, который прощается, Может быть, навсегда с любимой женщиной. Ну, понятно тут. Сто тысяч дорог позади, И снова далеко, далеко, А что там еще впереди? Дорога, 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 А что там еще впереди? Дорога, 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 Ты в сердце свое успокой. Напрасно, напрасно тревога, У нас просто адрес такой. Дорога, 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 Я выйду живым из огня, А если погибну до срока, Останется после меня. Дорога, 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 Останется после меня. Дорога, дорога, дорога Сто тысяч дорог позади И снова далёко, далёко А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога Ты меня напрасно не ищи В сутоке шума вокзала Море начинается с причала Песня начинается с пути Море начинается с причала Песня начинается с пути Из шринги вех километровых По забытых слов и сказок новых Песня начинается с пути Позабытых снов и сказок новых Песня начинается с путин Песня начинается со слов Не всегда проверенных и гладких Пишут их не в школьные тетрадки И не для оценки знатоков Пишут их не в школьные тетрадки И не для оценки знатоков Песня начинается с любви Не всегда проверенные и верные струны Как натянутые нервы Их неосторожно не порви Струны, как натянутые нервы Их неосторожно не порви Встреча начинается с тебя Если ты с собою не в раздоре Если ты встречать умеешь зори Чувствуя, как крутится земля Если ты встречать умеешь зори Чувствуя, как вертится земля И ты меня на простыне ищи Суток и шумного вокзала Море начинается с причала И песня начинается с пути Море начинается с причала Но песня начинается с пути Спасибо вам большое Всем счастья, добра, мира и любви И все, ребята Лето уже пришло, считайте Кошмарная зима окончилась Дорогие друзья Я думаю, что мы все сейчас поздравим Этого бородатого товарища С его днем рождения Похлопать Да, да Он сказал, не надо Ну что вы какие-то Ну ладно, ну ладно Нормально все Начать не надо Хорошо Спасибо Да мы бы тебя и не поздравили Нафиг нам нужно Вот правильно Просто песни хорошие пишешь Вот правильно Похудеть тебе надо Я опять ноги перломаю 8 месяцев гибче Дорогие друзья Я думаю, что вы поняли Что происходит здесь Особенно нам приятно Тех, кто пришел